Хей, добрый бремюток, друзья! Ни для кого не секрет, что визуальная составляющая практически любой игры является зачастую решающим фактором к её приобретению и желанию пройти. Ведь жанры и механики особо не меняются, и редко можно встретить игру с уникальными фишками, которых нет в других похожих проектах. Но красивая графика зачастую вызывает у нас подсознательное желание в это сыграть, даже если это просто макап, а не готовая игра. Пожалуй, самая актуальная вещь, которую вы сейчас должны понять, не столь важный какой стиль вы выберете, гораздо важнее, насколько классно вы сможете его реализовать. Потому что и пиксель-арт, и реалистичное 3D может выглядеть одинаково красиво и маняще, и точно так же может быть реализовано абсолютно безвкусно и отталкивающе. Далее, прежде чем определиться с выбором, посчитайте свои ресурсы, а именно время, силы и деньги. Если вы будете создавать графику самостоятельно, то потратите время и силы, но иногда еще и деньги. На оплату платных программ, подписок, дополнительных ресурсов для ускорения работы, будь то кисти для фотошопа, какие-нибудь 3D-заготовки, материалы, паки референсов и так далее. Я рекомендую этот способ, если вы не хотите тратить деньги на разработку своей игры, или не хотите конкретно вкладываться в графику. Тем более, если вы сами в состоянии ее создать. Но учитывайте, что хоть вы не потратите деньги, вы значительно вложите своего времени и потратите много сил. Это не будет считаться бесплатным или без каких-либо трат. Просто вы заплатите не деньгами. Если же вы вообще не умеете делать графику и не особо дружите с этим направлением, вы все равно можете пойти этим путем. Как именно, узнаете дальше видео. В случае с покупкой графики у вас есть два варианта. Заказать ее у фрилансера или купить на стоках. Графика на стоках в разы дешевле и порой можно найти очень удачные и красивые паки, которые подойдут вашему проекту. Из минусов стоит отметить лишь то, что вам может не хватить всего, что есть в наборе, или наоборот будет много лишнего, что вы не станете использовать. И как бы просто переплатите за ненужное. В случае, если вам не хватит контента, можно докупить еще другие паки. Ну а здесь стоит быть осторожным, потому что разные авторы имеют разные стили, и они просто могут не сочетаться между собой. Иногда это будет выглядеть интересно и необычно, но в большинстве случаев это будет просто стрёмно. Также стоит отметить, что, например, в реализме, большинство паков без проблем сочетаются между собой. Например, купленные паки лесного окружения можно использовать во всех своих проектах, где есть лесные локации. И это не будет палево. И большинство из них можно использовать повторно в следующих проектах. Из этого вытекает еще один занятный момент. Одна и та же графика со стоков может использоваться в сотнях, а то и тысячах проектах. Но справедливости ради стоит отметить, что до релиза из них дойдут десятки, а то и единицы. Но даже среди них вы вряд ли узнаете одно и то же дерево или камень. Более того, вы даже не станете обращать на это внимание. А вот сильно стилизованную графику вы сразу вспомните и узнаете. Потому что запоминается она намного легче. Особенно если это будет персонаж, а не какой-нибудь статичный объект. Куда проще в этом плане при заказе графики у фрилансеров конкретно под ваш проект. Под нужный вам стиль. Здесь, как правило, можно не переживать за уникальность контента. И если вам вдруг чего-то не хватит, вы всегда можете заказать еще. Если, конечно, бюджет позволит. А вот стоимость графики у фрилансера порой в десятки раз больше, чем на стоках. И если для средненького пиксельного платформера вы можете купить графику за 14-20 долларов на всю игру, на том же CraftPix.net, то у фрилансера потратите не менее 200 долларов, а за более масштабные проекты и 2000 долларов не потолок. Также у многих фрилансеров есть одна неприятная особенность. Они могут пропасть на несколько дней, а то и недель. Соответственно, это сказывается на скорости производства вашего проекта. Но самое неприятное, то что они вообще могут слиться и уйти из вашего проекта. И вам в лучшем случае придется искать другого исполнителя, а в худшем начинать графику сначала. Если вдруг новый исполнитель не может попасть в стиль старого. По личному опыту могу сказать, что с хорошим фрилансером, как правило, проблем не возникает. Вы просто ему платите и говорите, что хотите получить в итоге. А через какое-то время получаете готовый набор, с которым можно создавать игру. Что ж, давайте взглянем на самые популярные и актуальные стили графики в современных играх. Все стили мы рассмотрим по нескольким критериям. Сложность и время производства. Время обучения, которое понадобится, чтобы научиться производить контент в подобном стиле. Дороговизна, если вдруг придется платить за контент. И, собственно, это последний пункт. Потому что за красоту и эстетичность мы рассматривать не будем. Потому что, как я говорил ранее, и пиксель, и 3D реализм можно сделать одинаково красиво и одинаково убого. Давайте начнем с 3D стилей и конкретно самого сложного из них. Реализма. Реализм, пожалуй, самый дорогой стиль. Как в играх, так и в кино, анимации, тату и просто в иллюстрациях. Причина дороговизны очень простая. На создание качественного реалистичного контента требуется много времени и сил. Да и, чтобы научиться его делать, понадобится не один месяц на обучение. Также вам придется заводить несколько программ, которые далеко не бесплатные и не самые простые в освоении. Но это другая история. На создание простого пропса может уйти несколько дней, а на полноценного игрового персонажа несколько месяцев, не считая его анимаций. Впрочем, и создание контента для игровой локации потребует от вас не меньше сил, чем персонажа. Но всему можно научиться, и одно из лучших мест для этого – XYZ School. С 1 июня стартует новый поток курса Environment Art. На курсе ты освоишь профессию художника по окружению. Научишься работать с модульными объектами, используя тайлы и тримы. Создавать играбельные сцены в Unreal Engine и презентовать их. В результате у тебя будет готовая игровая сцена с ландшафтом, растительностью, зданиями и крупными объектами, которые описывают игровой мир. Чтобы успешно пройти курс, нужно хотя бы немного разбираться в моделировании, быть знакомым со скультом. А также хотя бы на базовом уровне владеть Substance Painter, Substance Designer и Unreal Engine 4. Кстати, у ребят есть бесплатные курсы, которые всему этому научат, а если вы их пройдете, получите скидочку 20% на основной курс. Преподаватель Игорь Емельянов. 3D-художник, работавший над мидро Exodus, Call of Duty Infinity Warfare и Plague Tale Innocence. Студенты XYZ School устраиваются в Spirosoft, CyberMy.com, Digital Forms и другие студии. А еще с 12 по 14 мая идет акция со скидкой 30% на все курсы, а по уникальному промокоду UMAIRTALASKI вы получите еще дополнительную скидочку в 10%. И при этом курс можно взять в рассрочку на 6 месяцев, без процентов, вообще. Все ссылочки в описании. Технологически это не столь сложные, сколько долгие процессы. И поэтому потянуть игру в одиночку в таком стиле, это почти самоубийство. Поэтому зачастую соло-разработчики либо не выбирают этот стиль, либо закупаются готовыми ассетами, чтобы ускорить процесс. И как я сказал ранее в этом видео, большая часть паков в реализме без проблем сочетается между собой. Пожалуй, это самый весомый плюс этого стиля. Кстати, раньше я думал, что под определенные жанры подходят определенные стили графики. Например, для хорроров нужен только реализм и вид от первого лица. Иначе не страшно. Но посмотрите на те же 5 ночей у Фрейзи или Привет сосед, Френбо. Все они совершенно разные и по-своему страшные. Поэтому этот стереотип мы с вами отдросим прямо сейчас. От самого сложного, пожалуй, к самому простому. Вокселям. Воксельный стиль идеально подойдет для новичка. Он крайне просто в усвоении, как и программа для его создания. В частности, это бесплатная магика Воксель, по которой у меня, кстати, немало уроков на канале. Скорость производства контента неприлично большая. Но на более-менее сложные модели вы все равно потратите кучу времени. Не расслабляйтесь. Кстати, я выбрал этот стиль для своей игры Dark Souls, который заработал полтора миллиона на консолях. И пара текущих проектов разработки у меня также выполнена в этом воксельном стиле. На мой взгляд, это самое доступное 3D, с которым вы можете освоиться буквально за пару недель. И делать вполне приятный контент для игры достаточно быстро. Поэтому я горячо рекомендую начать именно с него. А возможно даже на нем и остановиться, если вы хотите разрабатывать игры в одиночку. Еще один кайфовый стиль – лоу-поле. Это могут быть чисто модели без каких-либо текстур, а могут быть и с нарисованными вручную текстурками. Правда, это уже хендпейнтед. Яркий представитель хендпейнта – это, конечно же, Дота 2 и World of Warcraft. Стиль очень приятный визуально и сразу создает атмосферу какого-то фэнтези. Какой-то игры, в которую хочется поиграть. Чтобы более-менее понимать сложность процесса создания графики в таком стиле, посмотрите пару моих видео, где я создаю пропс и персонажа. Там показаны используемые программы и этапы, через которые придется пройти. Один из классных примеров в стиле лоу-поле – Sinti Studios. Простые низкополигональные формы в сочетании с максимально простыми мультяшными текстурками сделали эту студию одним из топовых поставщиков 3D-контента на Unity Asset Store. В каких-то моментах лоу-поле даже проще в производстве, чем в Окселе. И их можно создавать в бесплатном блендере. Кроме того, цена на подобный контент обычно в разы ниже, чем на реализм. А научиться делать такое самому намного проще и быстрее. Наконец, последний вариант – это совмещение лоу-поле и пиксельных текстур. Иногда в Окселях недостает пластичности. Хочется отойти от кубизма и где-то сделать скос или гладкую округлость, наклон. С Окселями это сделать не всегда удобно и даже не всегда возможно. Приходится извиваться и искать компромиссы. Но что если хочется сохранить вот эту пиксельную стилизацию, но при этом не делать всё квадратным? Всё просто. Делать лоу-поле с текстурами низкого разрешения а-ля пиксель-арт. Но на самом деле просто это только на словах. На деле же подогнать пиксельные квадратные текстуры под изгибы, округления и прочие неестественные для этого стиля вещи – та ещё морока. И не всегда получится сделать это ровно и красиво. Если в том же Майнкрафте с этим всё понятно, потому что там суровые кубы и каноничные пиксели, то игра Hytale пошла дальше и совместила всё по красоте, особо не заморачиваясь. Плавно переведя к 2D стилям, мы всё ещё остались в пикселях. И чего бы вы там себе не думали, пиксели далеко не самый простой стиль в освоении. Да, можно делать простой пиксель-арт, который будет не очень красивый или будет просто весьма примитивным, но с тем же успехом можно делать простые и примитивные вещи во всех других стилях. Пиксель-арт, как и в Окселе, имеет жёсткие ограничения, и нужно либо уметь превращать их в сильные стороны, либо следовать им, не нарушая никаких правил. Цена у фрилансеров-пиксель-артщиков вас тоже не обрадует. А дать 1000 долларов за средненького масштаба платформер, в принципе, обычное дело. Но на стоках пиксельная графика обычно довольно дешёвая, и напомню, что на крафт пикснет она ещё дешевле. И это при очень хорошем уровне качества и количестве контента. Если решите делать пиксели самостоятельно, то на моём канале очень много видеоуроков по этой теме. Да и вообще найти обучающий материал по пикселям проще простого. Тут вам и бесплатные уроки на ютубе, и полноценные курсы от настоящих профи. Всё в том же XYZ School. Учитывая всё вышесказанное, пиксели отличный стиль для новичка, но отнуть не самый простой. Я бы поставил оценку сложности средне, потому что качественный и хороший пиксель-арт займёт у вас много времени и сил. Намного больше, чем вам покажется на первый взгляд. Поверьте. Если же вам не будет хватать пластики в пикселях, никто не запрещает вам рисовать обычную растровую графику с тем же уровнем детализации, что вы делали бы в пикселях. Один из примеров, который мне запомнился, стиль коллеги Анатолия Логиновских. Эээ, сорян, если фамилию неправильно назвал. Производство подобного арта, как правило, проще и быстрее, чем пиксели. У вас больше свободы в движениях, и это реально развязывает вам руки. Конечно, можно залезть и в векторную графику, и в казуальную для мобилок. Это будет немного сложнее, но намного дольше. Другое дело, проработанная и живописная графика. На неё тратится уйма времени. У фрилансеров она стоит также не по самым приятным ценам, но стоки снова выручают. И предлагают в среднем от 30 до 300 долларов за весь набор для игры. Наконец, последний стиль, который вы можете реализовать хоть в фотошопе, хоть в крите, или вообще перенести это всё в вектор и делать подобный иллюстратор или бесплатный аналог инскейп, это, конечно же, флэт. Честно, я не люблю этот стиль. И флайтинга здесь абсолютно ни при чём. Тем не менее, своё место плоская графика уже плотно заняла на мобильном рынке, и вряд ли подвинется. Посмотреть кучу полезных уроков по этому стилю можно на канале Гигантика. Там же и более глубоко проникнуться самой идеей плоского направления. Должен сказать, что на стоках найти хорошую графику в этом стиле не так-то просто. А дизайнеры, которые могут делать подобную графику для игр, заламывают такую цену, что становится не по себе. Но, к счастью, освоить флэт графику совсем не сложно. Даже в чём-то проще, чем пиксели. Делается она довольно быстро, и для небольших проектов вполне реально настрогает всю графику буквально за несколько дней. Теперь вы знаете, на что ориентироваться при выборе графики для своей игры, и сможете прикинуть, сколько времени, сил и денег вам придётся потратить на разработку игры в выбранном стиле. Ну а с вами как всегда был Арталаски, подписывайтесь на мой канал. Пока!